О приоритетах в социальной политике рассказала заместитель главы Анапы Людмила Мурашова, развенчав мифы о нерешаемой проблеме очередности в детские сады, о судьбе скейт-парка и детского сада номер 2 «Орленок». Сергей Павлович сразу, как только сад признан аварийным, сразу сказал, что на этом месте будет только детский сад. Решение на Крымской быть новому детскому саду. На каком этапе сегодня реализация этого плана, доложила начальник управления образования Наталья Микитюк. У нас заключен договор с перспективой этого Ставропорта. До 31 ноября мы получим проектно-сметную документацию. Уже готовую. Наталья Александровна вчера мне сказала, чтобы мы ее представили ей. Как только она видит проектно-сметную документацию, она дает нам разрешение на демонтаж здания, и мы начинаем строительство. Скейт-парк – еще одна тема для информационных спекуляций должна быть исчерпана. По мнению заместителя главы. Тоже хочу вас заверить о том, что там скейт-парк был, есть и будет. Решение о дополнительном финансировании на создание нового спортивного объекта должны принять депутаты Анапы. Предварительная смета составлена. И к другой не менее важной теме – здравоохранение. Тосовцы пожаловались на недостаточную информированность о проходящей диспансеризации, а также задали вопрос о филиале городской поликлиники на Ленина. Остался один медосмотр. Но жителям очень неудобно, потому что эту поликлинику посещали жители, проживающие от улицы Крылова, и туда в микрорайон 3А, 3Б. Заместитель начальника управления здравоохранения объяснила, будущее за созданием кабинетов врачей общей практики. Перспектива, она будет, скорее всего, за общей врачебной практикой. То есть требования к поликлиническим отделениям, они достаточно жесткие. Поликлинику из филиала мы сделать не сможем. А вот организовать прием врача общей практики, которая меньше требований к ним, то на перспективу мы это сможем сделать после проведения уже ремонта и реконструкции, чтобы отделить вот эти вот потоки здоровых и больных пациентов. Все вопросы руководителей органов ТОС записаны. По каждому отработают городские службы. На этой неделе подобная встреча состоится с сельскими активистами. Правда, все плавят.